Откуда взялись понятия «тёмная материя» и «тёмная энергия»? Два вопроса, почему предметы падают на Землю и почему планеты вращаются вокруг Солнца, неожиданно получили один общий ответ, данный Ньютоном в его теории. Закон Ньютона позволял с достаточной точностью описывать и предсказывать движение небесных тел. Только Меркурий вместо положенного эллипса двигался по розетке, да и то не слишком заметно. Эйнштейн со своей теорией гравитации шагнул дальше, объяснил розетку и дал расчёт двух дополнительных эффектов, который подтвердился. Но 40 лет назад на галактических масштабах его теория, а заодно и теория Ньютона, дали сбой. В чём было дело? С течением времени технические возможности астрономов росли. Они научились измерять скорости вращения звёзд по орбитам в галактиках. И тут выяснились неожиданные детали. А именно, рассмотрим спиральную галактику. Это такой диск, в котором имеются рукава. Он вращается примерно как плоская система. Классическая ньютоновская теория предсказывает, что, исходя из формулы с ростом r, скорость движения звёзд по орбите вокруг центра галактики спадает на ноль. То же предсказывает и теория Эйнштейна, даже с учётом сложного распределения всех звёздных масс в галактике. Чем дальше от центра, тем ближе к нулю. Однако, когда эти скорости измерили, то вышли на константу порядка 400 км в секунду. Странно. А откуда же всё это могло произойти? Неужели уравнения общей теории относительности не справляются с объяснением данной ситуации? Производились разнообразные попытки изменить существующую теорию. Не получилось. Тогда, может быть, модернизировать наши представления о природе? И тогда сошлись на том, что для описания этих наблюдений достаточно в правую часть Эйнштейновского уравнения добавить дополнительное слагаемое. Поправку, которая будет соответствовать дополнительной, хоть и ненаблюдаемой массе. Введение этой поправки и стало тем поворотным пунктом, когда возник термин «тёмная материя». Мы должны внести в уравнение, описывающее динамику галактики, подгоночную поправку к массе. То есть именно такую, чтобы получить на выходе наблюдаемую картину. Тогда возник вопрос. А сколько нужно такой материи, чтобы получилась такая кривая скоростей, как мы наблюдаем? Оказалось, в пять раз больше, чем светящейся наблюдаемой материи. Следующий вопрос, который возник. А какой должен быть радиус её распределения, чтобы получилось так, как мы наблюдаем? То же, в пять-шесть раз больше, чем радиус светящейся галактики. Получается, существует некая материя. Она имеет массу. Она тёмная, так как мы её не видим ни в каком диапазоне. Она не светится и не поглощает свет. Но если это так, то она не наша. Неборионная, знакомая нам материя. Это материя особого рода. Особая субстанция, неизвестная современной науке. И поиски частиц этой гипотетической материи ведутся уже десятилетия. Но результата нет. Откуда возникло понятие «тёмная энергия»? Астроном Хаббл обнаружил, что в излучении удалённых галактик имеется красное смещение. Причём оно растёт с удалением от нас. И не как-нибудь, а линейно. Это стало подтверждением теории космологического расширения Вселенной. Но 20 лет назад обнаружили отклонение от этого линейного закона, которое означало, что скорость, с которой расширяется Вселенная, постоянной не является. Вселенная оказалась ускоряющейся в своём расширении. Мы знаем о гравитации, которая притягивает. А тут получается, что все массы друг от друга с ускорением летят. Значит, их что-то отталкивает. Что? И этой силе отталкивания должна соответствовать энергия. Какая? Очень тёмная и пока что неизвестная. Поскольку теория относительности снабдила нас уравнением E равно mc квадрат, можно пересчитать энергию в массу, чтобы всё выразить в неких одинаковых единицах, а затем прикинуть процентное содержание мира, в котором мы живём. Эти проценты такие. 70% — тёмная энергия. 26% — тёмная материя. 4% — это все те замечательные звёзды и туманности, которые можно обнаружить. Планеты, кометы, ну и мы с вами. Если бы теория описывала 96% наблюдаемого мира, а 4% наблюдений требовали бы поправок, можно было бы попытаться подправить теорию. Однако сейчас теория успешно описывает 4% наблюдаемого мира и значит требует радикальных перемен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok